благодарю вас приветствую дорогие коллеги сегодня такая солнечная яркая погода и мы будем говорить о проблемных детей вот здесь в заглавие которое я дала есть одна очень важная ошибка мы считаем что дети проблемные на самом деле нет проблемы детей есть проблемное понимание это мы видим что дети проблемные вот что интересно почему такое название мы часто думаем что вот этот проблемный рисунок ребенок до проблемный если родители с ним не занимаются если мы не находим с ним язык и вот весь сегодняшний вебинар будет посвящен как раз тому чтобы понять что ребенок-то не проблемные а всего лишь есть сложное поведение непонятное в которое трудно сориентироваться что-то сделать и мы с этим и будем работать дорогие коллеги очень рада вас видеть можете ли вы представиться из каких вы с каким возрастом работаете потому что у нас вебинар рассчитан и для педагогов школы начальной школы и для дошкольных организаций вот будет интересно посмотреть с кем мы работаем ну вот проблемные дети кто они так 45 лет 8 9 дошкольники от полутора до семи лет отлично младший школьный все отлично то есть есть и те и другие ой даже самые малявки до полтора-два годика отлично малявки это я с любовью только малютский проблемные дети кто они есть ситуация с явной патология развития это те ситуации когда аутизм раз сложные формы сдвг может быть дцп или что-то такое здесь конечно необходимо помощь специалиста докторов соответственного направления есть легкие формы зпр задержки психологического развития сдвг уже для нас норма потому что этих детей очень много их становится все больше и больше наверное в каждой группе по два-три человека и с ними приходится находить язык и мы начинаем приходить к тому что эта норма будет увеличиваться и скорее всего это дети которые будет что будет нормой уже если сейчас их два-три человека в группе то со временем их будет еще больше и это не столько нарушение сдвг а сколько новая форма новый вид человека так скажем который живет для нового общества которое сейчас есть у нас же очень быстро скорости меняются и важно на примере детей сдвг научиться многим вещам сейчас мы расскажу о чем и есть здоровые но те которые совершают действия не соответствующие нашим ожиданиям так вот мы сегодня то что без первой группы вообще дело не будет иметь и не будем говорить потому что это отдельная тема мы говорим о диетях которые здоровы и легкие формы задержки тоже мы берем потому что это может тоже развиваться мы находим способы их развития почему сдвг чему нас учат дети гиперактивные они имеют одну особенность они очень активно двигаются очень быстро устают с чем это связано в нашем окружении столько много информационного поля это поле настолько сильно меняется настолько быстро меняется как сейчас моя речь быстро и да обычно я так быстро не разговариваю просто тема идет как раз с этим связано с быстрым движением и они быстро сдуваются не мы часто можем за собой тоже наблюдать что мы воодушевились и быстро остыли мы сейчас живем спринтами не больше людей живут короткими промежутками они часто меняет профессии два-три года на одной работе и меняют а раньше как жили там 30 40 50 лет на одном рабочем месте человек учился сейчас меняется профессии меняются не то что это завод который был его может через 15 лет и не быть он полностью перепрофилируется и мы живем во времени когда все очень быстро меняется и когда мы учимся находить язык общения с детьми мы находим лекарства для нас взрослых как не потерять энергию быстро меняющимся мире вот это очень важный момент поэтому на этих детей не надо смотреть как на проблемных которые создают нам неприятности как предвестников благодаря которым мы находим решение для себя ну и конечно же мы поговорим о обычных детях которые что делают шалят проявлять свою детскость ну когда ребенок шалит что мы обычно делаем у нас обычная схема ребенок сделал что-то как он посмел и начинаем воспитывать как тебе не стыдно там три таких ругательных у нас молнии нарисованы и чуть-чуть может быть любви и результат управления мы получаем управляемого ребенка кто такой управляемый ребенок управляемый человек это тот который всю жизнь служит другим и не может для себя ничего сделать сейчас очень много людей страдают знаете чем взрослых людей корни в детстве я просто показываю последствия они делают все для школы все для детей все для родителей для окружающих того третьего а когда приходит время сделать что-то для себя у них нет времени почему потому что в свое время сделали управляемого ребенка и все природное качество чтобы настоясь на своем достигать целей было зажато в рамки управления этот ребенок вот этот смайлик он смотрите закрытым ртом толком и не улыбается и он в квадратике вроде бы да я улыбаюсь но нет этого счастья другая улыбка когда глаза улыбаются правда тут смайлик как бы условно но смысл что основные инструменты воспитания по инерции мы говорим стыдим как тебе не стыдно читаем лекции помогает лекции вы наверное знаете что нет они середины вырубаются а сделать для себя что означает сделать для себя но уделить время своему отдыху может быть у вас есть какой-то личный проект вы хотите пойти погулять что-то сделать может заняться своим хобби и звонит подруга ой милая знаешь мы со мной такое случилось и садится на ваше ухо вы начинаете ее успокаивать а времени на то и сел уже на то чтобы пойти и сделать для своей души заняться своим хобби той же прогулкой пойти в спортом заняться в конце оказывается что у вас нет энергии нет силы и нет времени или в школе просит директор ну надо выручить сделайте вы делаете потому что директор сказал начальство сказал мы слушаюсь и повинуюсь идем и выполняем в итоге получается что эмоциональное и профессиональное выгорание поэтому уметь отстаивать границы это и значит сделать что-то для себя и так есть по инерции которые ну у нас родители как-то делали мы привыкли к этому стыдим читаем лекции или игнорируем ну ладно а почему кстати игнорируют знаете очень много проблем в детском саду из-за того что мы стоим в в банах ругать нельзя голос повышать на ребенка нельзя наказывать нельзя и если он плохо себя ведет мы делаем вид что не замечаем у ребенка развивается комплекс вседозволенности или или папа приходит и истраивает протесты почему вы нашему ребенку там что-то сказали что-то сделали и вы не умеете разбираться с родителями разговаривать не разбираться разговаривать то приходится игнорировать что мы делаем когда мы игнорируем так пожалуйста поставьте огонечки если у всех звук есть потому что тут есть жалоба что пропадает звук это только у валентины или у всех очень плохо слышно так сейчас должно быть хорошо слышно я сейчас попробую что-то сделать одну минутку так раз два а сейчас меня как слышно если хорошо поставьте огонечки звук идет хорошо коллеги если у кого проблемы со звуком просто обновите страничку его у вас все нормализуется потому что вот записи хорошо слышно хорошо благодарю коллеги достаточно что получается когда мы игнорируем плохое поведение одного ребенка другие тоже не понимают там а значит так можно начинает шалить но у другого ребенка мама не такая требовательная и мы что делаем накопленную энергию энергия уже вот этот нервность нервозность выбрасывается на других детях каким-то образом а потом сами себе говорим ну как же я могла она не должна бы но ребенок-то не виноват вот почему потому что было были поступки по инерции но мы-то с вами педагоги мы вряд ли это делаем скорее всего делают родители у нас же это сказка терапия игровая форма и любовь вот полюбить ребенка самое сложное и сегодня мы поговорим как раз о том как полюбить то есть вся эта схема которая будет представлена дальше работает на то чтобы начать ребенка любить даже самого плохого и непослушного и так главный вопрос как не сойти с ума когда в группе несколько детей с гиперактивностью когда каждый пытается показать что я вот такой главное бить нельзя наказывать нельзя рогать нельзя а что делать самое важное вы наверное замечали вот поставьте сейчас огонечки если у кого это случалось как только у вас плохое настроение дети еще больше хуже виде ведут себя вот было хорошо у вас плохое настроение они просто бесятся мешают не знаю что делаю когда вам плохо действительно вокруг окружающие начинает оправдывать ваши ожидания вам надо успокоить себя в любом случае мы начинаем с успокоения себя приводим себя в нормальное состояние для прямо чувствует они чувствуют что у нас какой-то раздрай и они в этом поле начинают себя плохо вести не потому что они злые а потому что поле эмоциональное энергетическое поле расшатанно и это поле не такое эфемерное на самом деле есть профессии профессионалами принятые признаны даже учеными берт хеллингер который делает расстановки о семейных расстановках говорит и там как раз таки доказано что энергетическое поле существует и в этом поле люди взаимодействуют взаимодействует изменение одного компонента одного человека влияет на всех остальных так что начинаем с себя кто в центре внимания друзья мои ребенок воспитатели учителя или родители во-первых в центре внимания должны быть вы ваше внутреннее эмоциональное состояние потому что вы тот краеугольный камень который управляет всем процессом то есть вы берете ответственность на себя и поэтому мы приводим себя в хорошее состояние чем глубоким вдохом выдохом прогулками на воздухе или просто проговаривая что я управляю ситуации мне дано достаточной энергии и даже попросить у вселенной у деревьев у кого угодно у кого-то талисман силы это самовнушение простое самовнушение очень сильно помогает организовать себя дальше если мы в центре внимание ставим на родителей то мы пытаемся задобрить и родителей если воспитатель и учителя показаться перед коллегами хорошими тоже не то у нас в центре внимания должен быть и ребенок мы должны защищать его интересы в любом случае адвокаты мы и причины проблемных поступков давайте дауто тренинг в помощь я расскажу откуда у меня возникла вот эта тема вебинаров ко мне обратились знакомые подруги из москвы из одной школы московская академия проводила онлайн курсы и они проходили курс тестированием по психологии как вести себя с детьми сидели они целую неделю по несколько часов и никак не могли пройти этот тест а им надо было пройти и сдать обратилась подруга говорит слушай помоги и она включила и через экран мы смотрим я посмотрела насколько правильно там построено это обучение я подумала а ведь люди-то не догадываются есть определенный порядок и определенный порядок мы сейчас будем рассматривать оказывается поведение ребенка это то что мы видим это верхушка айсберга а для этого есть причины поводы причем есть внешние причины внешние обидели может быть задели там кто-то крикнул толкнул причинили боль человек ребенок обиделся и давай ответку давать но всему этому есть внутренние причины на самом деле ребенок может защищаться его он не просто обиделся он хочет защитить себя свою душу свою личность свое пространство он обиделся потому что таким образом показывает что мне нужно защитить мою территорию он хочет показать свою значимость когда повышает голос идет или просто что-то ломает он взял и сломал показывает что и у меня есть силы есть сила не просто причинил эту вещь испортил а показывает свою силу иногда чувствовать себя хочет нужным поэтому приходит и защищая одного причиняет вред другому да вмешался как бы в драку в спор пытался кого-то защитить и давай другого лупить чувствовать себя нужным оказывается внутренние причины ни одна из них неплохая то есть ребенок неплохой это те качества которые ему от природы нужно развивать и поэтому давайте вот такой вопрос как вы думаете что важнее внешние или внутренние причины хотя я уже частично ответила но может быть у вас есть и другое мнение может вы считаете по-другому внутренние и почему именно потому что помните я сказала про ваше настроение когда у вас плохое настроение дети отвечают этому так вот если у ребенка есть внутренняя потребность в развитии он будет создавать ситуации люди вокруг будут создавать ситуации которые помогут ему развить это качество то есть ему нужно научить защищать свою территорию кто-то будет у него брать игрушки кто-то будет его обижать найдутся такие люди которые помогут ему развиваться но он пока не знает как это сделать и он обижается сидит и ревет или еще в ответку продубасит получается что всему этому не Ваня обидел Васю а Вася захотел научиться защищать свою территорию поэтому Ваня посягнул на эту территорию Вани вот и так получается очень интересная картина здорово но чтобы узнать какие внутренние потребности мы их видим через внешние причины нам важно засветить внешнюю причину и тогда проявится внутренние каким образом задавая вопросы простые вопросы вот пришел ребенок обиженный радостный счастливый и мы говорим что ты чувствуешь что ты чувствуешь что ты думаешь он сидит и ноет и меня обидели что ты чувствуешь обиду что ты при этом думаешь что он меня обидел а ты хочешь обижаться да хочу или нет не хочу и дальше мы задаем вопросы чего ты добиваешься как ты хочешь чтобы это было это помогает то что ты делаешь и только после этого когда мы распознали мы задаем вопрос хочешь помогу найти решение вот здесь очень важно от ребенка получить обратную связь и можно сказать а хочешь узнать как зайка мишка справился с такой ситуацией сказки он скажет да когда он скажет да его сознание будет открыто для принятия вашей информации пока он не сказал да ваши слова там 50 60 процентов пройдут мимо но когда он включился сказал да его интерес пошел и тогда можно сказку рассказать как зайка справился с такой ситуацией а мы как можем так далее так ответьте пожалуйста как работать с ребенком имеющим проблемы в психическом развитии только в сотрудничестве с психологом с личным лечащим доктором поэтому я в самом начале сказала что вот есть такие вещи но в любом случае даже с этим ребенком мы обращаемся к его душе нам важно за поступком увидеть человека всегда за любым поступком стоит человек если мы этого человека уважаем если мы его любим мы сможем найти причину смотрите когда мы задаем вот эти вопросы а что ты чувствуешь что ты думаешь и вот это проблемное развитие психическое может начать рассасываться почему потому что мы задали вопрос в точку он начинает думать и есть проблемы которые со временем решаются то есть это решаемые проблемы более глубокие как я сказала с доктором и задавая эти вопросы вы можете удивиться насколько интересно дети думают вы замечали да какие интересные есть выражения сегодня буквально сегодня девчонка у меня занималась четыре годика Марусечка она спрашивала а у тебя есть ребенок я говорю у меня есть племянник дома а зачем племянник говорю чтобы любить его и она достает игрушечку говорит вот твой любильник любильник это было так смешно говорит да но я хочу чтобы он еще и немножко шалил мой любильник вот то есть хочешь любить бери люби какая разница тебе что любить есть большая разница мы любим то что узнаем то во что смотрим и смотрю ответ внутренние они определяют внешне так же как внутреннее здоровье определяет здоровое состояние человека да да и дальше порядок действий во первых нам надо узнать внутреннюю причину проблемного поведения ребенка вот предыдущими вопросами мы это узнали второй шаг показать ребенку что вы понимаете да я понимаю тебе обидно мы присоединяемся не говорим да что нечего из-за этого разве из-за этого обижаются вот это мы показываем что мы его не понимаем и ставим стену ребенок уже становится неуправляемый он нам не доверяет и вот в помощь здесь идет такая техника хоупон опена это очень интересная техника кстати поставьте плюсики кто знает эту технику знаком с ней кстати в конце вы можете поставить вопросики я вам отвечу на все вопросы конкретно касающих конкретных детей мы рассмотрим у меня будет время хорошо уделим этого поэтому наталья мрыхина вот этот вопрос запомните дадите мне в конце я расскажу посмотрим как это можно сделать так не знаем технику хоупон опена значит история этой техники очень интересная это гавайская техника имя доктора я сейчас забыла в одной из психбольниц где лечились маньяки еле произнесла это слово у работники медработники очень быстро уходили и решили пригласить человека специалиста который справлялся психолога с очень сложными вещами он пришел через три месяца старые работники вернулись и часть из заболев болевших маньяков которые считали что они болеют перешли в обычную тюрьму отбывать свой срок потому что перестали считаться больными они их психика стала управляемой то есть то что вот это социальное поведение преступления которые они делали в состоянии неосознанности теперь у них есть осознанное понимание они могут контролировать свое поведение вот почему их вывели и привели этого человека туда спрашивают ой благодарим вас как вы спасли как вы это сделали как вы сотворили это чудо что атмосфера улучшилась намного лучше работники приходят и остаются а я ничего для вас не делал я делал для себя просто это как есть такое правило если в нашем окружении появляются какие-то люди то это я притянул их в свое пространство и есть гавайская простая техника которая состоит из четырех фраз их можно говорить в любом порядке благодарю тебя прости меня мне очень жаль и я люблю тебя вот когда мы смотрим на ребенка мы можем ему сказать вот этот текст к примеру да я вижу что тебе плохо и обидно мне очень жаль прости меня что я не заметила раньше да прости меня потому что если ты оказался в моем пространстве в этом есть моя вина то есть я протянула эту ситуацию может вселенная через тебя меня чему-то учит я принимаю ответственность на себя прости меня это означает принять ответственность на себя я благодарю тебя за то что ты мне доверился и рассказал я люблю тебя и хочу помочь вот такая конструкция она может быть в другом порядке сказано но помогает показать ребенку что вы его понимаете вот если к вам обратятся с такой речью вы будьте готовы сотрудничать с человеком конечно же будете и вот это практику холопонапона я привела сюда оно очень сильно помогает в исцелении очень многих вещей даже есть целые курсы как прощать своего внутреннего ребенка потому что это мы как бы себе ставим в рамки и подчиняемся обществу социуму причем наша душа страдает и начинается практика когда мы говорим своей душе своему внутреннему ребенку в транзактном анализе принято вот такое понимание что есть вне это взрослый внутренние взрослые внутренние родители и внутренний ребенок вот с ребенком можно поговорить чтобы восстановить себе гармонию в душе игривость легкость если мы стали слишком жесткими дальше мы сделали первый шаг показали что мы его понимаем и предлагаем узнать альтернативные способы решения а хочешь мы с тобой что-то сделаем получаем согласие ребенка на помощь что делать если не получили согласие тоже это расскажу чуть позже и вот смотрите здесь любая внутренние причины имеет важное значение для личностного роста даже если его внешнее проявление плохое когда мы это осознаем мы начинаем искать а почему он так делает и он перестает быть плохим ребенком и его поведение становится не дурацким а вполне мотивированным вот что интересно а какие бывают истинные потребности вот эта нижняя часть айсберга которая нам не видна умение отстаивать свои границы да это временные пространственные границы это границы уважения получать и отдавать любовь внимание ребенок хочет любви он вас бесит ему хочет внимание он вас бесит вы идете его ругаете даете внимание он успокаивается он получил внимание а ведь мы можем не ругать пойти спросить что тебя беспокоит тогда мы не станем злой тетей а станем другом которая понимает а что тебя беспокоит а давай поиграем вместе он пришел с вами поиграл и пошло закончилось у меня у меня были в младших классах ученики которые вставили их в последнюю парту потому что во время урока гуляли по классу я много работала и в коррекционном классе и в обычных классах гуляет по классу мальчик просто выкрикивает какие-то слова я научилась с ним ладить очень просто перед каждым уроком в этом классе я подходила к нему заранее ставила руку на плечико спрашивала как у тебя дела у тебя есть тетрадь достань подготовил книги хорошо молодец сегодня поработаем и уходила этого хватало чтобы весь урок он себя вел спокойно он раз занимался выполнял задания а до этого он вел себя это очень плохо в другом классе управление пошло за счет того что пол класса достают телефон играет сейчас уже этот запрет есть это немножко старше уже 6 класс 6 7 мальчики показывают какие они крутые на уроке музыки достают телефоны что я сделала я заметила кто в классе главный вызываю двух главных вылетите сюда посмотрите вам не стыдно как это зачем стыдно говорю вы в этом классе главные а у вас пол класса сидят с телефонами постарайтесь чтобы этого не было они так и удивленные на меня посмотрели сели на место и пошли к следующему уроку один мальчик тихо сидел он уже не доставал телефон а второй так повернулся все спрятали телефоны моментально весь класс девочки мальчики взяли телефон в рюкзаке все класс уже слушался и дальше роман управлял всем классом поведением что здесь получается у романа есть стремление быть лидером и весь класс ему подчиняется потому что он энергетикой ведет такое состояние и когда делегировали ответственность ему он сделал второй мальчик не лидер он не явный лидер есть явные лидеры и есть тихие лидеры которые очень тихо говорят мало говорят но все им подчиняются так вот он был тихим лидером при этом ему не хватало может быть любви внимания когда ему уделили внимание он успокоился не смог хотя до этого два-три урока меня доводил просто вот такой степени что не знала что делать а искала искала как это решить признание собственной ценности когда признали его ценность он знаете что сделал принес на следующий урок тетрадь со всеми заполненными заданиями за два-три урока которые он не делал то конечно он получил свои пятерки и внимание и похвалу то есть показать свою ценность показать что я могу выбирать делать я не делаю не потому что меня заставляют это потому что я могу выбирать вот эта свобода выбирать как поступать и отвечать за свои поступки очень интересная вещь вы ребенку говорите делай это он говорит нет не буду сидит и делает потом приносит вам почему он хочет показать что у него есть свобода выборы иногда они шалят потому что хотят понять граните дозволено вот до каких пор мне можно это сделать и мы корректно говорим что да милые вот это можно вот это нельзя а вот обижать других людей нельзя потому что вот здесь твоя граница и его граница уже пересекаются мы не мешаем да моя граница заканчивается там где начинается граница другого человека вот это понимание меры очень важно и умение выйти за рамки ограничений вот это очень тоже важное мы говорим нельзя это делать они идут делают это люди это первооткрыватели это пионеры которые это не просто шалуны нарушители плохие двоечники а это первооткрыватели которые будут открывать вот северный полюс открыл именно такой человек непослушный а тот который решил выйти за рамки ограничений за рамки возможного чемпионы которые выполняют какие-то сверх рекорды это те которые выходят за рамки они расширяют рамки этих возможностей вот смотрите очень интересная статистика по психотипам синие это мужчины розовые это женщины и смотрите что тут показано больше всего у нас аналитиков лириков но посмотрим меньше всего например предпринимателей среди мужчин больше женщин меньше политиков и маршалов то есть руководителей это у нас мало критики советчики гуманисты есть большинство и меньшинство но самое интересное что меньшинство управляет большинством у армии один главнокомандующий у там десять человек ими управляет один человек еще несколькими десятками управляет сверху один человек еще несколько десятков один то есть эти нарушители они потенциальные лидеры и если мы не будем заглушать в них эти лидерские качества позволим проявить возможно мы будем иметь прекрасных руководителей предпринимателей когда мы хотим их состричь под общую гребенку чтобы они соответствовали нашим ожиданиям мы рубим убиваем в них свой талант потому именно поэтому очень может быть вот эти неудобные дети есть наша надежда то что те которые будут управлять страной будут управлять заводами недавно мне жалуется вахтерша в музыкальной школе приходит тут девочка с папой папа его ее раздевает одевает туфельки все но прямо как принцессу это девочка да одевает папа ну хорошо делает плохо если бы мама одевала девочку это что но потому что когда папа или если был мальчик когда папа проявляет девочки такую заботу она из нее растит принцессу если бы мама делала это было бы не самостоятельный ребенок а самое интересное если папы нет она тут управляет девочками говорит дайте мне пальто дайте шапку говорю ну хорошо а дети дают да кто-нибудь жаловался нет не жаловался ну значит нормально значит так и надо растет будущее принцессы она будет управлять управляющей какой-то организации она учится через эти действия легко не надвящего делегировать и просить людям делать а люди с удовольствием делают с удовольствием помогают почему потому что в ней заложенное качество может быть будущего маршала вот в этом по психотипам да если мы смотрим будущего предпринимательна или энтузиаста который будет а все остальные которые помогают это может быть гуманисты это могут быть лирики энтузиасты советчики у нас очень много советчиков да почему так много женщин педагогов потому что кто мы мы гуманисты мы советуем и мы иногда критикуем когда берем красную ручку и делаем оценки ставим оценки поэтому смотрите вот в этих позициях больше женщин больше женщин да лирики смотрите розовые линии насколько выходит вперед почему нас мало педагогов мужчин потому что чтобы педагог был мужчиной в нем должны быть качества мастера мы должны ценить мастера критика который четко критикуют искатели которые ищут среди мужчин учителей сколько искателей которые вместе ищут какой-то способ и среди женщин тоже есть но среди мужчин еще больше так что мы понимаем что вот за этим неадекватным поведением спрятаны внутренние качества ребенка которые будут развиваться друзья мои понятно ли то что я говорю или немножко запутано сумбурно если да то я разъясню остались у вас вопросы потому что я рассказываю дело в том что инструментов вас очень много про инструменты было много вебинаров но очень важно понять корень вот нижнюю часть айсберга если вы его поймете то инструменты сами будут накладываться на эту ситуацию вот ребенок и его поступки во первых мы что делаем принимаем ребенка но не соглашаемся с его поступками да поступок мне не нравится но ребенок хороший дети создают внутренний образ через слова и оценку взрослых когда мы говорим ты плохой он начинает верить в то что он плохой если мы говорим у тебя такие хорошие лидерские качества он вдруг начинает понимать что он лидер и давайте недавно вопрос задали мне на одном из вебинаров вот таких что делать в группе один мальчик вообще плохо себя ведет всю группу говорим собирайтесь вещи убирайте поставьте на свои места он один сопротивляется что мне делать с этим мальчиком как заставить чтобы он убирал говорю у него лидерские качества ну да наверное он всем приказывает все его слушают ну тогда обратите к нему скажите проследи чтобы здесь было чисто. И вот когда вы ему скажете проследить, чтобы здесь было чисто, он будет управлять людьми, не вещами, он не вещь поставит сюда, а скажет, Миша, убери вот здесь, а Маша сделай. Хорошо, молодцы. И он будет управлять процессом. Он человек управления. Заставлять его убирать, это как взять сверхтонким инструментом, рубить какое-то дерево, да, ну, не то. Мы не меняем детей. Дети родились теми качествами, которые у них есть, но мы можем направить их мысль в другую сторону. А давай посмотрим, как можно поступить. Мы раскрываем выраженное качество ребенка и создаем условия для их развития. Каким образом? Через игровую ситуацию. Мы рассматриваем, наблюдаем за ними, что они делают. И дальше получается вот такая история. И какие инструменты можно использовать? Сказки, истории. Вот в любом случае, плохо повел, есть очень много, есть целые книги с набором сказки. Для этой ситуации второй, третий. Вы можете сами сочинить ситуацию, историю, которую расскажете детям. Есть много игровых ситуаций. Мы создаем, когда мы берем и играем, играем в магазин, играем в школу, детский сад, семья. Когда инсценируем эти сценки и вводим, может быть, куклу, игрушку, надеваем на пачек, который, чувствуя тоже те же чувства, которые называл ребенок, проблемный ребенок. Он сказал эти чувства. Мы давайте надели тигренка, лисичку, кого-то на ручку и начинаем его голосом разговаривать. И показываем альтернативные способы, что он чувствует, что он хочет действовать. Спрашиваем мнение. А так можно поступать? А так можно сделать? Дети проигрывают ситуацию заново и находят новые способы решения. Мы наблюдаем и распознаем этапы психологического роста. Есть этап, когда ребенок говорит, я сам, не надо мне помогать, я сам это сделаю. Мы ему даем самому сделать свои ошибки. Когда ему это делать, если не сейчас, в детстве. Этап, говорить нет, иметь собственное мнение. Мы ему позволяем это. Просто это нет, уже облекаем в другие формы. Хорошо, ты не хочешь. А что хочешь? Или даем выбор из двух вариантов. И он один выбирает. И у него формируется это чувство, что он имеет право выбора. Позволяем проявить новые качества, используя альтернативные ситуации истины. И что ж, друзья мои, прежде чем резюмировать, я жду ваши вопросы. Здесь был вопрос выше. У вас есть какие-то вопросы конкретные из ситуации? Давайте вместе рассмотрим ситуацию с проблемными детьми. Потому что это на самом деле очень интересно рассматривать реальные ситуации. Так, Наталья спрашивала. Ребенок 3 годика, шкодничает в садике, на зло сбрасывает с тала карандаши, может включить воду и уйти. Ну давайте посмотрим, какие у него могут быть причины. 3 годика это возраст, когда ребенок говорит нет. Он имеет собственное право. И он проявляет, может быть, свою власть, сбрасывая карандаши. Это может быть проявление власти. Я управляю карандаши мои, я их сбрасываю. Могу включить воду? Могу, я это делаю. А может способ привлечения внимания к своему поведению, к себе. Он недостаточно получает внимания и это делает. Может границы дозволенного проверяет, можно ли это сделать. Если мы его начинаем ругать, понимать, что это плохо, но не сильно помогает. Здесь нужно объяснение. Тогда мы что делаем? Говорим, карандашам грустно, они обиделись. А давай вместе соберем. Если вы скажете, собери карандаши, он этого не сделает. В первый раз вы можете сами даже брать и начинать говорить от имени карандашей. Вот этот карандашик говорит, я же такой красивый, красный, а меня взяли и на пол бросили. Мне больно, мне обидно. Берем вторую и от имени карандаша начинаем говорить. Ребенок придет и скажет, я не хотела тебе сделать больно. Дети иногда не представляют, что они причиняют боль. Вот. Ситуация. Ребенок полтора года перекусал практически всех детей в группе. Если не кусает, он начинает снимать обувь и носки. Снимать обувь и носки он когда делает? Когда метит свои территории? Ему нужна личная территория. Можно у родителей спросить первое, есть ли достаточно собственной территории. Кусает, значит, зубы чешутся. Возможно, зубы чешутся и, возможно, хочет внимания от других. Надо ему дать что-то резиновое, чтобы он кусал. Если есть рефлекс, хочет вот это сжать, он будет кусать. Все равно. То есть это тогда даете какую-нибудь силиконовую, резиновую игрушку, которую он может кусать. Говорит, знаешь, это больно, когда кусают. Даже есть такой прием, не очень сильно. Берете, он говорит, знаешь, как больно. И чуть-чуть ему показываете, чуть-чуть, не сильно. Он начинает кто-то удивиться. Дети по-разному могут принимать. С одним этот рецепт пойдет, с другим нет. Говорит, вот понимаешь, это неприятно. Поэтому, если хочешь кусать, кусай вот это. Человек тебя обидел? А давай посмотрим, как по-другому можно вот эту обиду решить. Не кусанием, а по-другому. Снимает обуви, носки. Ну, походит босиком, оденет. А почему он снимает? Возможно, здесь есть еще и что-то нервное. Конечно, обязательно невролог, психолог, невролог, скорее всего. Может, у него в теле чес начинается. Да, зубы чешутся, ноги чешутся. И он снимает. Здесь хорошо бы параллельно работать и с неврологом, и с родителями пообщаться. Так, следующее. Например, если ребенок говорит, я не хочу заниматься, гулять и прочее. Я хочу играться, а надо проводить занятия или идти на прогулку. Ну да, он отвечает, что он хочет играться. И что дальше? Он же не один в группе. Вот, вот очень интересный вопрос. Пока в детском садике он хочет один играться, хорошо, ты идешь туда, вот в том иголке, играешься, а мы будем заниматься. Когда он остается отстраненный в другой группе, потом он сам придет присоединиться к вам. Если у него действительно большая усталость от большого количества, потому что есть люди интроверты, экстраверты, кому-то нужно общение, или ребенку нужно, данному ребенку, или нужно больше внимания к себе, это одна ситуация. И другая ситуация, когда ему нужно как раз-таки одиночество, чтобы не было слишком много сенсорной информации, он хочет уединиться. Хорошо, играешь там, а мы здесь занимаемся. Мы здесь занимаемся. Но он вдалеке, вдалеке один, он всегда будет чувствовать себя наказанным. Если он лидер, то он придет присоединиться. Сам придет присоединиться. Но у ребенка есть право выбирать. Хорошо, когда в группе у вас есть воспитатель, второй помощник, кто там наблюдает за ним. В системе Монте-Сори, когда дети так плохо себя ведут, его ставят отдельно, и к нему подходит воспитатель, начинает с ним спокойно, тихо разговаривать. То есть дает, утоляет сенсорный голод, дает внимание. И вот ребенок, ребенку становится лучше. Так, это я вижу Ирина Буянова пишет. Ребенок в четвертый год жизни воспитывает одной матерью, отец появляется редко. Это какая ситуация была, про какую ситуацию речь идет? Очень много детей таких, когда отец появляется редко, воспитывается одной матерью. Тогда что надо делать? Он пока маленький. Если есть какие-то кружки, которыми руководит мужчина, обязательно ребенком нужно вводить в мужскую среду. Это может быть танцы, спорт и так далее, чтобы было регулярное общение с мужчинами в том числе. Особенно если мальчик. Здравствуйте, мальчик 6 лет. Каждый раз, когда приходит за ним мама, начинает ее толкать, обзывать, прогонять домой, потому что еще мало погулял. Но если мама погулял, значит мама, можно предложить маме, чтобы они немножко тоже вместе погуляли. А ты хочешь погулять с мамой? Есть такая потребность гулять. Тут мы начинаем ему другое. Ты хочешь гулять? Да. Но знаешь, что маму нельзя вот так плохо, когда маму обзывают и толкают. Тебе будет приятно, если его толкать? То есть мы учим ему говорить о своих потребностях социально приемлемым образом. Вот как получается. То есть это очень интересный такой момент. Да, его право. Он имеет право хотеть прогуляться. Это нормальная потребность ребенка. Другое дело, что нельзя маму обижать. Это уже другое. То есть здесь и с мамой надо поговорить, что давайте уступите, вы с ним немножко, может быть, погуляете. Ну, минут хотя бы 10. И ребенок почувствует, что он с мамой гуляет. Так, следующее. Два друга в группе, 6 лет. Один манипулирует другим. Для дружбы мальчик приносит для него игрушки, наклейки. Манипуляторы бывают агрессивные к другу, часто психуют. Смотрите, они играют в свою игру. Мы можем наблюдать. И в тот момент, когда одному станет плохо, вот тогда мы вмешиваемся. А пока в эту игру, как сказать, манипулятор манипулирует до тех пор, пока младшие научатся, вот слабые, как бы слабые, извину, жертва, научатся как-то этому сопротивляться. Пока не причиняет вред, вот это можно сделать. С другой стороны, для дружбы мальчик приносит игрушки и наклейки. Можно рассказать историю, какую-нибудь сказку. Он думает, что вот можно купить это внимание. Можно попросить поговорить с мамой, с родителем, один день забыть и игрушки, и наклейки, чтобы он пришел сам. Или попросите, а вы, вот долг платежом красен, да? Второму мальчику, а ты не хочешь ему чего-нибудь показать, что-нибудь предложить, а вы, может быть, обменяетесь игрушками? И тогда получается другая картинка. Ему нужно научиться, что надо отдавать, брать и отдавать. Вот баланс. Этот баланс постепенно нарабатывается. Нарабатывается. Может, у них такой жизненный опыт. Но через сказки, через какие-то вещи нужно... Давайте я сейчас с вами вместе тоже рассуждаю. Что вот слабенькому можно научиться, что нужно требовать к себе внимания, не только просить. Если ты не получаешь, то всё, остановиться. А манипулятору научить, что он может оплатить что-то за что-то. Сказками, какими-то историями. И наблюдать. Потому что, да, есть такие случаи, когда судьбой предназначены для два человека, которые будут друг с другом танцевать этот танец. Один будет манипулировать, а другой всю жизнь будет послушно выполнять. Это их роли. Они с этими ролями родились. Если кому-то плохо, мы выравниваем. Можем чуть-чуть выровнять. Может, пройдёт. Может, не пройдёт. Но они два друга. Если бы они не были друзьями, было бы легче. Ребёнок, потому что они, если друзья, они притянули друг к другу вот эту ситуацию и этого человека. Ребёнок не слышит воспитателей, если сказать ребёнку, что не надо трогать. Начинает с себя снимать одежду, обувь, всё бросать и кричать. Спасите ребёнок четыре года. Помогайте. Так. Давайте тогда воспитатель меняет слова другим образом. Как только ребёнок начинает трогать что-то, мы говорим, ой, от имени предмета. Ой, спасите, помогите, Саша меня трогает. То есть ему отзеркальть его собственное поведение. Посмотрите, вдруг поможет. Не уверена, но может быть. То есть пробовать в таком ракурсе. И говорим, не запрещаем что-то действовать, а направляем внимание в другую сторону. Ребята, давайте оставим игрушки, легли спать, поэтому мы их оставляем в полном покое, чтобы они отдохнули. Просто не надо трогать эту игрушку, потому что есть, как я сказала, энтузиасты, нарушители, которые, это первооткрыватели, которые должны всё нарушить. Спасите, помогите. Ну, значит, он услышал где-то в кинопильме или где-то и применяет вот это. И действительно он может кричать, ему кажется, когда ему запрещают что-то делать, он внутренне принимает, как будто на него нападают. Это его внутренние ощущения. Ребенок первый класс, полная семья. Ребенка в классе никто не замечает. Не бьют, но не идут с ним на контакт. Родители подавляют ребенка, так же и на секции его не замечают. Что делать, чтобы ребенок, если заметили и приняли, пробовал делать вместе задания, игры совместно делают вместе, потом опять не замечают. Первый класс, что вы делаете? Ребенка, как только поднимает руку, спрашиваете, вот это ребенка, чтобы он стал видным. Задаете вопросы и в группах, да, немножко сделают. Как только, если вы начали его видеть, этого ребенка, остальные тоже увидят. Вот это самое главное, главное, вы увидели этого ребенка. Начнут замечать постепенно, может не сразу, начнут. И всегда в группе есть дети-спасатели. Позовите одного и скажи, смотри, она немножко стеснительная. Ты можешь ее помочь, чтобы она больше играла в игры? Попросите детей проявить свои качества. И именно проявить свои качества. Потому что мы увидели очень много спасателей, очень много правдолюбов, правдорубов. Даем вот такое задание. Поиграйте с ним, с ней позаботитесь. А покажи, как ей надо показать какую-то помощь. Позаботься о ней, а вместе сделайте что-то. И они начинают это делать, то есть включить в игровую ситуацию. Так, девочка второго класса приходит в группу продленного дня и вызывает мальчика на драку. Провокации ведут к драке. Обзывает, унижает учителей, убегает, чтобы за ней побегали. А те считают, что ничего особенного нет. Да, активная такая девчонка, которая управляет всеми. Лидер, явный лидер. Папа считает, что ничего нет, потому что для мальчика это нормально. Но они думают, что она девчонка. Ну, бойкая девчонка. Что можно сделать? Почему я говорю? Я пытаюсь понять, во-первых, внутреннюю причину. Она провоцирует. Ей драка. Скорее всего, ей не хватает сенсорного общения. Папе предложите девочке. Нужно, чтобы она активно занималась. Может ей пойти на бокс, борьбу или где-то, где есть контактные виды спорта. Или, может быть, это баскетбол, волейбол, футбол, где и бегают, и передают. Вот это или бегают. Процесс догонять, догони меня. И драки в том числе, когда есть сенсорные контакты, вот именно прикасаются. Вот борьба – это контактный вид спорта, да, когда друг друга дубасит. Не хватаетесь сенсорных ощущений. Мы рекомендуем эту энергию приложить в другом месте. Ребенок, получается, удаляет свой сенсорный голод, и ей становится намного спокойнее. Тем более в спортивных кружках, например, учат, что драться можно только здесь, на ринге, а в классе, в обычной жизни драться плохо. Так, друзья мои, мы немножко перешли за время. Сейчас я отвечу еще на два вопроса. Остальные вопросы вы можете перенаправить мне ВКонтакте. У меня ВКонтакте есть Айкуш Калачян. Задавайте вопросы, и я, может быть, уже отдельно отвечу, потому что у нас время истекло. Так, очень эгоистично ведет по отношению к другим детям. При получении замечаний со стороны воспитатель начинает кричать до тех пор, пока не успокоишь и не пожалеешь. Так, заранее подойдите, поговорите с ним, дайте внимание, и он не будет кричать, потому что не хватает этого внимания. Причь не полоскали по голове руку. Как твое настроение сегодня? Сделал уроки, если это учение, если ребенок в детском садике? Подойди-ка ко мне. То есть подай мне вот это. Дайте ему внимания. Не хватает четко внимания. Мальчик не хочет танцевать. В группе на две девочки, один мальчик. Меняла девочек, думая, что не хочет именно с той или иной танцевать. Но петь любит. Дала сольную песню, и теперь его шантажирует. Если не будешь танцевать, то тогда не будешь петь. Знаю, не права. Как без шантажа его заинтересовать? Вначале заинтересуйте, если ему нравится петь, к песне прицепите танец. То есть он поет и двигается руками, что-то делает сам. А потом попросите девочку поддержать его в его пении, в танцевальном движении. То есть не он девочек вырушает, а девочка приходит. И он постепенно полюбит, может быть, танец, ему будет это интересно. То есть нежелаемое поведение, то, что он не хочет делать, прицепите к тому, что ему приятно делать. Ну что же, дорогие коллеги, много вопросов, очень интересные вопросы. Просто скопируйте их и скиньте мне в контакт. И я отвечу вам, потому что уже 2 часа 10 минут мы вышли за рамки нашего времени. Большое, большое, большое вам спасибо за активность, за то, что задаете вопросы, интересуетесь. Вот, говорите, как здорово, вы моментально находите решение. Знаете почему? Потому что я не в ситуации. Надо выйти из ситуации за рамки. И вот тогда вы увидите. Итак, резюме. Шаги при проблемном поведении ребенка. Определяем внешние и внутренние причины поступка. Выясняем, какую потребность пытается удовлетворить ребенок. Создаем атмосферу доверия и понимания. И помогаем удовлетворить эту потребность. И благодаря этому мы помогаем развивать новые качества в ежедневном игровом опыте. Вот так и получается. Большое вам всем спасибо, друзья, коллеги. Я сейчас уйду с экрана и вам расскажут, как получить ваши сертификаты. Ну что ж, до новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok